Ночь с 10 на 11 октября Ночь с 10 на 11 октября Здесь все просто. Чем дольше находишься на открытой территории, без возможности укрыться от смертоносных осколков снарядов киевской артиллерии, тем больше шансов стать, не дай бог, трехсотым, а то и того хуже. А снаряды, скажем прямо, тут ложатся с завидной регулярностью. Вот так вот. Вот, а не генка, я не раздавлю. Почему так геню? Да, потом пыложки. Потому с максимальной скоростью добегаем до позиций «Сомалийцы» и запыхавшиеся вваливаемся в укрытие. Бойцы подразделения «Спарта» и «Сомали», обороняющиеся здесь, как, кстати, несколько дней назад, нас встретили очень тепло. К моменту нашего прихода артобстрелы как раз закончились, а потом у бойцы «Новороссы» отдыхали. Нам сделали чаю, залив в чашки кипяток из чайника, нагретого тут же на костре. Пока пьем чай, ребята тут же начинают расспрашивать о новостях с большой земли. На нас точку «Уну» нужно уже кидать, на таких, как мы. Они на нас туда железо пьют, я вообще не могу понять. Сумасшедшие, чай шо. Легасмейте, ляжем. Мы-то здесь живем. Да, мы-то здесь живем, а они пришли к нам сюда. Сутки, бывает, стреляют сюда. Сейчас еще немножечко подставим. Снимаем позиции и такими же мелкими перебежками от здания к зданию перебегаем на другие. Добавляем. Пошли. Лежали. Тут помимо моторововцев и сомалийцев Держат оборону и оплотовцы Закрепились, скажем прямо, они там серьезно Крупнокалиберный пулемет «Утес», установленный возле окна Легко простреливает подходы к позиции Гранд-фобющики в любой момент готовы встретить тяжелую технику Стрелки тут же готовы отсечь пехоту от техники Снайперы, сидящие на этажах, также серьезно контролируют все подходы Снимаем здесь все и возвращаемся на прежнее место Туда как раз подъехал командир сомалийцев ГИВИ Уже окрещенный интернет-пользователями железным Бойцы разгружают из подъехавшей машины боезапас, сигареты и еду Упоет наш, вот И они, тут есть поземные коммуникации, которые им подоставляли Которые им подоставляли в МХАТ, и они лазают оттуда Вот, так в бою на автоматах они боятся Они боев каких нету Таких боев только нету, они вылазят, постреляли по разу и текают сразу Пока они общаются, приходит информация о том, что со стороны поселка Пески в аэропорт пытаются прорваться несколько БМП и микроавтобус-таблетка Все молниеносно занимают позиции, и уже через несколько минут начинается бой Хотя назвать это боем тяжело, скорее это выглядело как избиение младенцев Утес довольно быстро прошил обе БМПшки и поджег таблетки Одна БМП-дымя сбежала, а микроавтобус вместе со второй боевой машиной пехоты так и остались гореть на взлетке Выезжай, сука, выезжай! На позицию выходил танк Мы его, получается, стреляли с утеса, с ПТ-Д и стрелял один гранатометчик Мы, если я ошибаюсь, его подбили или зацепили, то есть он начал только что текать Он только что уехал, то есть больше мы его не видим, будем ждать еще раз Подобный расклад, видимо, крайне не понравился ВСУ Из песок украинские артиллеристы начали поливать территорию аэропорта смертоносными сюрпризами То и дело, можно было слышать взрывы и наблюдать из окон клубы дыма, окутавшее все вокруг Так продолжалось почти целый день А теперь мы будем с дайперов снимать вот такую вот штучку И вот около половины шестого вечера Сержу сообщают Со стороны все тех же песок снова выдвинулась колонна украинской техники В этот раз, кроме легких БМПшек, на аэропорт шли танк и Урал Снова полчасовой бой и снова потрепанные киевские военные отходят На полосе застывает грузовик, разнося дымовую завесу по территории аэропорта Куда это тебе назад О, пацаны, забыл, отойдите, я подождал Поехать, слышу О, пацаны, за ними оно там лежу-то, прячется А, окей, да? Не-не-не, вот эти вот, по-прямому Да-да Когда бой уже окончился, выбираемся в относительно спокойный Донецк Как раз во время очередного артобстрела со стороны позиций ВСУ На территорию аэропорта приехал премьер-министр Донецкой Народной Республики Александр Захарченко Вместе с командиром БТГ Сомали, Гиви, Александр Владимирович прошелся по позициям ополченцев на территории аэропорта И смог понаблюдать, как по нам работала тяжелая дальнобойная артиллерия, несмотря ни на какие договоренности Куда кидают? А ну, посмотри, короче, сейчас упадет, скажи мне, нормально или нет Сейчас, варян Варян, Владимир Камазович, а кто это работает? Нет, я не что-то Это из-за нашей стены Куда же, вон, как-то Стоят, из-за этой стены, что-то работает суда Гамбит! Гамбит, держу! На связи Гамбит, у меня все в дыму, я не вижу, так как начали отход Я не вижу, вообще ничего, они кинули дыму, и я поджор что-то Не видно ни хрена Давай, 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 давай Нужно, нужно? А-а-а Все, 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 начать точно туда Я тебе говорю, надо было выжить Прилеты были и в сторону точки осмотра, где находился премьер-министр с полевым командиром и военкорами Свистело и ложилось со всех сторон Так что в целях безопасности пришлось сменить место дислокации Где Гиви продолжил корректировать ответный огонь Позже Александр Захарченко дал комментарии по поводу всего увиденного на месте Как обстановка? Как режим тишины? Я не могу констатировать следующий факт Украинская сторона, к сожалению, никаких мирных заговорностей, наверное, не знает Непрерывный обстрел, продолжаются атаки города Донецка Сегодня вы на себе это ощутили, да? Ну, я ощутил это на своем городе Гиви, а ситуации сегодня? У нас тишина Ну все, все нормально Нормальное явление, нормальная работа В очередной раз Вы прекрасно видели, никакого перемирия нет Никакой тишины нет, ничего нет Она продолжается Мы воюем Отступать не будем Только вперед Даже сам главнокомандующий посетил сегодня Мне было очень приятно И неожиданно, могу сказать честно Видите его здесь Ну, он, как всегда, увидел своими все глазами У него, наверное, привычка с шахтером, когда-то еще осталась Это хорошая привычка Надеюсь, что она всегда у него будет Он помнит своих бойцов Что я могу сказать? Ну, а боевые действия именно какие сегодня проводились? Потому что То, что было сегодня Это, конечно Со стороны украинских властей Со стороны украинской армии Была попытка Вы прекрасно слышали, видели Запустили технику к нам Из этой техники только один ушел Один только там, к сожалению Которые пытались вывести своих людей Наверное, раненых двухсотых Вот и все Приводилась зачистка Никого штюма мы не производили Работа идет только на подавление огня Работаем И на зачистку Работаем С какой стороны к нам пытались заехать? Со стороны поселка Пески А чем работали по нам? Работали 153 гаубицы Соушки Какая дальность у этих орудий? У этих орудий 15 км Угу Калибр 152 Эффект Мы сами пока заслышали Плюс работали градами По 10 штучек Выпускали в нашу сторону Ну вот в данный момент У нас потерь нету? Ноль А с их стороны есть какие-то сведения уже? Да 37 человек Это вот за те несколько часов Которые мы наблюдали, да? Чисто убитые А единиц техники? Две единицы техники И плюс один угол Угу Все это осталось в аэропорту Ваши ребята сегодня со мной работали Они показали сожженную технику Что это не пустые слова Они могут подтвердить